Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артем Тарасов. Смотрите выпуски. Производственникам-экспортерам дадут льготные займы. Губернатор выступил с ежегодным инвестиционным посланием. До 1 марта следующего года запустить программу льготных займ под 5% для экспорта ориентированных предпринимателей производства. Закон о поддержке погорельцев и рост зарплаты учителей. Таковы вопросы сегодняшнего внеочередного заседания Донского парламента. Здесь у нас еще есть проблема в списках. Как вы помните, у нас 127 пострадавших обратились в суд за подтверждением факта проживания. Другого жилья нет, а это снести. Ростовскую семью выставляют на улицу по иску соседки. Мы собрали справки на 20 тысяч о том, что у нас нет жилья. Подали в суд, но это во внимание не учли, что нам некуда идти. Счет двух матчей 9-2. Хоккейный Ростов крупно переиграл юниор-спутник из Нижнего Тагила. Битва детских хоров, пение и все вместе соревнуются батайские детсадовцы. Улыбалась с мамой, все силы ломали, но они укрянули, что им не ходили. В приоритете малый, бизнес и экспорт. Основные направления развития экономики Дона обозначил сегодня губернатор в своем ежегодном инвестиционном послании бизнесу. Обращение прозвучало на международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации». По темпам роста продаж продукции за рубеж Ростовская область вышла на первое место в стране. Власти регионов поддержат рублем не только сельское хозяйство, но и небольшие промышленные предприятия. Капитализация регионального агентства поддержки предпринимательства составляет миллиард рублей. Это агентство выдает деньги на развитие под небольшой процент, и к весне для экспортеров он станет еще меньше. Под 5% годовых начнет выдавать займы и региональный лизинговый фонд. Его капитал увеличит до полумиллиарда рублей, что позволит привлечь полтора миллиарда из федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. Говорил Василий Голубев и о снижении налогов и затрат на энергию для предпринимателей. Уже в декабре будут утверждены новые тарифы ресурсных и сбытовых организаций. Глав муниципалитетов губернатор обязал максимально упростить документооборот для бизнеса. У моногородов теперь уникальные возможности для экономического развития. Зверево, Донецк и Гуково – территории опережающего развития. Этот статус дает предпринимателям беспрецедентные налоговые льготы. Имеем возможность создать целую аггломерацию территории опережающего развития, которую называем сегодня Донское кольцо. Это конкурентные референции для новых производственных проектов. Учитывая близость этих городов к автомагистрали М4, к новому аэропортовому комплексу Платов, у нас отличная возможность локализации новых инвестпроектов, как российских, так и зарубежных. В перспективе Платов и крупные города области может соединить железная дорога. В разработке проект «Донской экспресс». В инвестпослании губернатор говорил и о необходимости сокращать проверки бизнеса, минимизировать административные барьеры, а механизм государственно-частного партнерства использовать не только в ЖКХ. Есть сложности применения законодательства государственно-частного партнерства. Оно поэтому и не особо-то нарастает у нас. Потому что есть проблемы. Безусловно, в следующем году нашему законодательному собранию придется много поработать именно в этой части. Озвученный главой региона приоритеты бизнес одобрил. Мне очень понравилось послание губернатора, тот посыл, что экспортно-ориентированные предприятия будут поддерживать, это значит, что мы на очереди первые. Ибо наш бизнес всегда будет экспортно-ориентированным. Думать только об импортозамещении недальновидно, считают эксперты. Важно сделать свою продукцию интересной в стране и за границей. Наши геополитические проблемы в стране, они, я надеюсь, в самое ближайшее время закончатся. Откроется российский рынок, и на рынок наш хлынут более дешевые, более качественные товары в некоторых отраслях. Нам необходимо научить наш бизнес быть экспортно-ориентированным, быть конкурентоспособным и на внутреннем, и на внешних рынках. Инвест-послание губернатора прозвучало на пятой международной конференции, посвященной внешнеэкономической деятельности. Она собрала более полутора тысяч гостей, в том числе из Германии, Ирана, Болгарии и других стран. Гендиректор компании Coca-Cola HBC Евразия в России считает главным конкурентным преимуществом нашего региона в поддержку властей. Это замечательный деловой климат Ростовской области, который обеспечивается не только законодательными инициативами, которые реализует правительство Ростовской области, но и та поддержка, которую в ручном режиме оказывает правительство. За последние семь лет воловой региональный продукт вырос на треть, а промышленное производство в три раза. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Педагогам повысят зарплату завтра. А областной закон о поддержке погорельцев ждет своего часа, ведь федеральные деньги уже выделены. Теперь процедуру должен согласовать Минфин страны. Эти важные вопросы обсудили сегодня на внеочередном заседании областного законсобрания. Заседание внеочередное, поэтому рассматривались самые горячие темы. Принятие закона о мерах поддержки ростовских погорельцев и повышение зарплаты учителям. Этот рост зарплат не индексация, а дополнительное финансирование. На выполнение указов президента в целях повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы предлагается направить 575 миллионов рублей, в том числе по следующим категориям. Это педагогические работники учреждений дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования детей. Важнейший вопрос последних трех месяцев – помощь пострадавшим от ростовского пожара 21 августа. Федеральные деньги уже поступили в областную казну. 259 миллионов рублей заложен в бюджет этого года. Но распределить деньги возможно только после согласования законопроекта с российским Минфином. Здесь у нас еще есть проблема в списках. Как вы помните, у нас 127 пострадавших обратились в суд за подтверждением факта проживания. По абсолютному большинству уже вступили в силу судебные решения. Однако эти люди могут быть включены в список пострадавших только после того, как все судебные документы будут получены. Парламентарии пока не могут предоставить Министерству финансов России общий список пострадавших. Перечень категорий, объем помощи и сроки выплат. Обсуждение этих вопросов уже на финишной прямой. И депутаты надеются, что закон о помощи погорельцам примут уже в ближайшее время. На новом ростовском стадионе побывали донские депутаты Госдумы. И отметили отличное состояние газона, несмотря на ненасти. Сейчас на Ростов-Арене идет установка зрительских кресел. Их будет около 40 тысяч. Завершаются отделочные работы. Я на этом стадионе был несколько раз, но вот в таком готовности его, финишной готовности, первый раз. И вы знаете, очень производит впечатление. Причем очень острое и хорошее впечатление. Стадион современный. Если его сравнивать с лучшими аренами, будем говорить, Европы, то он им ничем не уступает. Арену, которая летом примет матчи футбольного чемпионата мира, сдадут в эксплуатацию до нового года. Снести самовольно возведенное строение – это решение суда стало настоящим приговором. Шесть человек в один день стали практически бездомными. И уже год живут, как под ковшом бульдозера. Почти 10 лет семья Сарксян строила дом. И с трудом подняли три этажа, на стенах которых еще нет даже обоев. И вот стройка признана незаконной по иску соседки. Нунуфар и авитик Сарксян обложили кирпичом ветхий флигель и достроили этаж с мансардой. От соседской стены дом отделяет почти три метра, как и девять лет назад, когда нынешняя соседка купила трехэтажный особняк. Тогда ее все устраивало. Проблемы начались, когда дом семьи Сарксян стал расти. Два мальчика и 55-летняя Витик Сарксян – все мужские руки. Еще в семье три женщины. И где им всем теперь жить, недомывает глава семьи. Услышав вердикт, мама и бабушка Нунуфарова, Сарксян выйти из здания суда самостоятельно не смогла. Когда суд дал снос дома, у меня глаза чернят, мне как плохо били. Я не могла. Вот дочка мне еле-еле сюда тащила домой. Первый суд с соседями в 2016-м семья выиграла. Тогда суд признал дом соответствующим всем строительным нормам. Поэтому от апелляции подвоха не ждали. И вот уже год живут под давлением. Сносите. За неисполнение предписания суда ежемесячный штраф – 6 тысяч рублей. Не говоря уже о покрытии судебных расходов истца. Шесть человек должны остаться на улице в зиму. Суд мог бы назначить снос частичный, однако снести указано полностью. Мы обращались в суд для того, чтобы просто дали отсрочку хотя бы на отопительный сезон. Однако суд нам под председателем судей Донцовой на днях отказал в этом. Правом на снос истец может воспользоваться и самостоятельно. Достаточно просто пригнать бригаду. Но шесть человек – не все пострадавшие. У дома две смежные стенки. Если я ломаю мою стену дом, получать эту стену ломаю. Ну и то же самое и вверху. Мы живем рядом. Естественно, любое нарушение в чьем-то доме будет нарушением и для моего дома. И доводить до суда я не считаю нужным. Есть какие-то компромиссы у людей, потому что все хотят жить, и все хотят жить мирно. Узаконить новую постройку не успели. На руках только разрешение на строительство от совладельцев. А истец настаивает – дом нарушает пожарные нормы безопасности. Дом построен без всяких соблюдений норм и правил. Дом строился не специалистами. Наша претензия в том, что нарушены градостроительные нормы. 20 сантиметров отступ от нашего забора. И вы сами видели, какое высоко построили здание. Здание по заключениям всех экспертиз, которые проводились в суде независимые, в заключении сказано, что возведенное строение несет угрозу здоровью и жизни людей. Это основная причина сноса этого дома. Семья Сарксян предлагала поставить противопожарный щит, но истца это не устраивает. Изменить ситуацию могли бы дополнительные экспертизы, но денег на них уже нет. Екатерина Лободина, Олеся Слынько, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Смотрите во второй части выпуска. Помочь подросткам контролировать эмоции. Конференция донских педагогов-психологов. Состоялись и классные часы, и родительские собрания, и только среди конфликтовавших детей, но и во всех классах этой школы. Счет двух матчей 9-2. Хоккейный Ростов крупно переиграл юниор-спутник из Нижнего Тагила. Битва детских хоров, пение и все вместе соревнуются батайские детсадовцы. Улыбалась с мамой, все же мы ломыли, но они упрямо, что их не ходить. Суицид подростка. Предотвратить суицид подростка, уберечь от вредных привычек, научить ориентироваться в соцсетях. Выработать рекомендации по этим проблемным вопросам должны донские педагоги-психологи. Участники научно-практической конференции областной психологической службы. Мастер-классы, круглые столы, секции и дискуссионные площадки. Специалисты всячески обсуждали актуальные вопросы. Информационную безопасность школьников, психологическое сопровождение детей в сложной жизненной ситуации и детей с ограничениями здоровья. Донской службе практической психологии два десятка лет. И больше двух тысяч ее специалистов работает в сфере образования. Для нас это большое достижение, поскольку, реализуя и... Социальные вызовы, которые сегодня есть в сфере нашей жизни, связаны и с информационной безопасностью детей, и с вовлечением детей в потребление психоактивных веществ, и противоправное поведение. Мы по поручению губернатора Васильевича Голубева активно развиваем и расширяем эту службу. Выражая свои эмоции, дети не всегда умеют остановиться. И ссора перерастает в драку. Как это случилось 8 ноября в 55-й ростовской школе. Случай со сломанным носом школьника громко обсуждался в соцсетях. Мать посчитала, что ее избитому сыну не оказали должной помощи в школе. В Минобрии заявляют, каждый такой случай считается вопиющим. Проводятся служебные расследования с участием педагогов и психологов. Для определения причин ведется работа с родителями. По конкретному факту состоялись и классные часы, и родительские собрания не только среди конфликтовавших детей, но и во всех классах этой школы для того, чтобы еще раз детям разъяснить о том, что все конфликты нужно решать мирным путем. Перед конференцией на коллегии Минобранауки России обсуждались концепции развития психологической службы. И нововведения в системе психологического образования будут вводиться по всей стране в ближайшее время. Иван Полихин, Фатима Зурабова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Как подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов, рассказывают донским школьникам. Сегодня в Ростовской области стартовал цикл бесплатных вебинаров для выпускников. Старшеклассники смогут узнать особенности проведения ЕГЭ по отдельным предметам, структуру и содержание бланков, критерии оценки, а также нововведения. В этом году предстоящем у нас уже печать в аудиториях контрольно-измерительных материалов будет стопроцентная. В связи с этим немного видоизменятся бланки. Они не будут уже цветными, они будут черно-белыми, будут односторонними. Поэтому мы посчитали, что ребятам об этих изменениях нужно донести из первых уст. Вебинары ведут технические специалисты, которые обрабатывают бланки и члены областных предметных комиссий, проверяющие работы. Когда ты готовишься к экзаменам, твоя голова полностью забита учебой. Ты уже не думаешь о том, куда пойти тебе погулять, какое кино выходит на прокат. Поэтому просто уже занимаешься, готовишься. Большинство своего времени ты тратишь на то, как бы ты сдаешь эти экзамены, что тебе необходимо для поступления. Было очень страшно в самом начале, но когда ты начинаешь готовиться, ты понимаешь, что ничего страшного в этом нет. Площадки для подключения к вебинарам будут работать во всех городах и районах области. Просмотреть урок еще раз можно на сайте Ростовского центра обработки информации. Межгалактические выборы прошли в Ростовской области. Это настольная обучающая игра для молодых и будущих избирателей. Обл.Избирком нашел простой, оригинальный и действенный вариант знакомства подростков с избирательным законодательством. Ребята с удовольствием в нее играют, а мы уже провели, за третий год мы проводим уже чемпионаты, в том числе и областного уровня, и межрайонного. Мы уже выпустили второй экземпляр этой игры. Я думаю, что впереди у нас продолжение, потому что, я думаю, и ее много не бывает. В финал чемпионата вышли 62 победителя муниципальных этапов. И лучшими стали представители Гукова, Егорлыкского, Зимовниковского и Красносулинского районов. Турнир оказался веселым, много впечатлений получил, пообщался, разные люди были. Конечно, в основном мне повезло, я не отличался от других. У всех были знания на одном уровне, но это было весело. Игра мне очень понравилась, я завела очень много новых знакомств. В целом она была очень интересная, познавательная и очень, кстати, даже развивающая. Сейчас в избирательное законодательство вносятся изменения. А значит, и в игре межгалактические выборы обновят вопросы. Что позволит игрокам разобраться в технологиях организации и проведения выборов. Девять шайб заброшено и всего две пропущено. Даже не верится, что с этим же клубом в гостях доходило до штрафных бросков. Хоккейный Ростов в очередном туре на своем льду дважды крупно победил юниоров со спутника из Нижнего Тагила. Команды уже встречались. В Нижнем Тагиле кондоры дважды обыграли юниоров, но только в серии буллитов с одинаковым счетом 4-3. А вот в первом ростовском матче об овертайме и мысли не было. Наша команда уложила на лопатки уральцев 4-0. Ребята молодые, может где-то подустали, чуть неопытные. Поэтому мы реализовали свои моменты, большинство забили. Поэтому такой результат. Вторую встречу команды начали осторожно. В первом периоде обменялись голами. У ростовчан точный бросок на счету Егора Кулакова. Во втором отрезке ростовчане еще дважды зажигали красный свет за воротами соперника. Сначала Евгений Шевчук мощно бросил и шайба прошла над плечом голкипера Нижний Тагильцев. А затем Андрей Мартынов оказался расторопнее всех на пятачке. 3-1. В третьей 20-ти минутке хозяева немного успокоились, а гости наоборот прибавили. Но пропустили острую контратаку, на острие которой оказался Кирилл Власов. А за три минуты до финальной сирены Алексей Прохоров еще и реализовал большинство. Гости смогли отыграть одну шайбу лишь на последней секунде матча. Так что в итоге победа ростовчан 5-2. Следующий тур на выходных 2-3 декабря опять же принимаем юниоров только из Кургана. Роман Саганов, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Битва детских хоров или хрустальный колокольчик. Два таких разных названия. Грубое и нежное у одного вокального конкурса в Батайске. Песенными бойцами стали больше восьми сотен хористов-детсадовцев. Это выступление стало дебютным для коллектива из детского сада «Аленушка». Хористам по 4-5 лет. Первая песня, исполненная на большой сцене, про осень. Мы много дней репетировали, много дней репетировали, чтобы вам показать репетицию нашу. С лета готовились. У них как раз дети у нас подросли до такого возраста, что у них появляются певческие способности. Мы с лета готовились, мы долго пели. Все получилось. Я думаю, на сцене все получится. Ансамбль «Веселые нотки» чуть постарше. Здесь уже не новички. Против осенней песни «Аленушки» выставили свои веснушки. Улыбалась мамой, все все было мыли, но они упрямо, что вы не хотите. Конечно же ждали этого праздника. Многие дети, я вам даже скажу по секрету, даже с кашлем, но все равно сегодня решили выйти и помочь нашему коллективу выступить достойно. Чтобы на сцене три минуты прошли идеально, работа кипит за кулисами. Последнее наставление – закрепление бантов и галстуков и папин поцелуй на удачу. В этом году название лучшего претендует 33 хора из всех муниципальных садиков Батайска. Детей надо на сегодняшний день не только учить, развивать, показывать людям, потому что столько радости, столько задора, столько родителей. Несмотря на рабочий день, зал запомнен, вы видели, более 500 родителей. Выступления каждого коллектива зрители встречают овациями. В зале нет случайных людей, все фанаты и поклонники юных исполнителей. Настраивала, чтобы не волновалась, улыбалась. Слова вчера пропевали много раз, на камеру снимали, все репетировали, по-настоящему все делали, старались. Я думаю, все будет хорошо. Я волнуюсь больше, чем она. Победители определяют в двух номинациях – детская песня и народная песня. Жюри оценит и сценические образы, вокальные данные и общие впечатления от выступления. А кому-то достанется приз зрительских симпатий от народного жюри. Я вовремя, 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 вовремя. Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Дон-24, Батайск. На сегодня это все новости. Еще больше информации на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи.